Футбол любят не только мальчики. В субботу девочки доказали, что хороши как в фристайле с мячом, так и в мини-футболе. Турнир «Дружба городов» прошел в зале стадиона «Сатурн». Мы в новогодние праздники уже устраивали такой турнирчик, пробный. Ну и решили в честь 8 марта организовать такое культурное мероприятие. Команда с Лефортова приехали, наши друзья, команда «Возрождение» с Москвы и медицинский институт, команда «Феникс», сильная команда. Хочу сказать спасибо организаторам, которые пригласили нас на этот турнир. И, соответственно, от своего имени и от лица всех мужчин поздравить всех женщин, девушек, футболистов, участниц этого турнира с Международным женским днем. Сегодня ожидали от себя легкой игры. Игра получилась тяжелой. Соперники молодцы, девчата вот прям собрались. Сыгранные, вот если видно, видна сыгранность, видно, что у девчат долгие даже, наверное, годы тренировок. Турнир для Раменского второй и уровень команд с каждым разом растет. Участвуют как любители, так и те, у кого с футболом профессиональные отношения. Многие девчонки играли или играют за женские команды и поэтому в турнирах участвуют регулярно. С одни легенды играют. У нас тренеры легенды, я легенда. Все легенды. В чем секрет вашей легенды? В большом желании победить, стремлении. Не знаю. 8 марта проснуться так рано, женский день, приехать в Раменское. Это многого стоит. Соперники отличные, грубой игры не было. Все спокойно, так дружелюбно. Все друг друга поздравились с праздником. Хорошая команда. Недавно узнала, что существует такой вид спорта, как футбольный фристайл. Я переключилась на него и сейчас занимаюсь и футболом, и фристайлом. И вполне успешно. Мне это нравится. И единственное, и получается лучшее. Ну, в России, да. У нас есть девушки, которые занимаются, но чтобы выступали на мировой арене, представляли Россию. Из таких я единственная. У нас не все приехали. Нету двух основных игроков. Ну, по мере возможности не могли приехать. А так, одна победа, одно поражение. Команда сильная соперник. Боролись до конца. Не хватило. Чуть-чуть в конце. Ну, это, я так считаю, общей физической подготовки не хватило. Команда любительская, непрофессиональная. Сложнее всего удалась первая игра, я считаю. Но мы победили. Старались. Все еще впереди. Поражение в этой игре за счет чего? Ну, как бы, можно сказать, недоработали свои моменты. Ну, и как бы, и не без везения. Естественно, повезло с Лиган Сай. По сравнению с мужской командой, которую я также тренирую, у меня есть мужская команда. Сложновато. Но с ними где-то в какой-то степени и проще. До них можно быстрее достучаться, до девочек, да, потому что они друг друга лучше чувствуют. Для женского футбола в Раменском это этап возрождения. В команде Раменчанка легионеров нет, только наши девчонки. И потенциал для развития огромный, учитывая спортивную историю города и любовь к игре с мячом у наших болельщиков. Женский футбол в нашем городе, к сожалению, плохо развит. Мы надеемся, что после этого турнира у нас будет поддержка, у нас будут, я не знаю, больше тренировок, будут нам залы давать. Это важно, что просто сейчас нам негде тренироваться. Сколько по времени уже играете друг с другом вместе? На самом деле начали тренировки, мы начали собирать команду в начале декабря. То есть играем, ну, грубо говоря, полных два месяца. Как оцениваешь команду Раменчанка? Я очень вижу ее в перспективе, скажем так. Верю, что через год это будет совершенно другая команда, с другим уровнем подготовки. Настроение в команде? Отличное. Сегодня праздник, есть к чему стремиться, очень много работы над ошибками надо проделать. Настрой хороший. Расстроились немного, конечно, по результатам игры и вообще все эмоциональные девушки, но я думаю, что это только начало. Футбольный клуб Раменчанка, кстати, очень ждет в своей ряды новых Раменчанок. Главное желание – играть в футбол. Тренеры команда поддержат и забивать голы научат. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев. Для программы «Горские вести».